Друзья, вы знаете, мы вникали в тематику стоимости транспорта вообще здесь в Кении и мы выяснили вот что, что возможно сделать машину в Кении в компании Toyota, возможно заказать машину, которая обойдется приблизительно около 100 тысяч долларов. Это будет машина, которая в ближайших 5-6 лет вообще не придется ремонтировать, не придется ничего в нее вкладывать, и она в реальности будет выдерживать вот эти дороги, по которым мы тут ездим. Но это, конечно, вопрос очень интересной стоимости, потому что мы даже немножко смеялись, что за эти деньги в принципе в Америке можно купить дом, а в некоторых местностях даже 2 дома, а здесь возможно купить машину. Но это очень классная машина, там уже вообще никаких вопросов нет, она однозначно не держит эти дороги. И у нас есть один знакомый, у которого есть такая машина, у него была половина стоимости этой машины, а вторую половину он просто взял в кредит и последующие 4 года выплачивал. Там каждый месяц по 1000 долларов, и вот и он говорит, что да, вообще вопросов нет, я пользуюсь машиной, уже там каждое... И нужно посадить 12 человек. Да, у нее можно посадить 12 человек, и с ней вообще никаких проблем. Но это сделано по специальному заказу в компании Toyota, здесь деньги. Потому что LandCover самый здесь выносливый, но он не самый дорогой. Но... Мы едем на скорости вообще там 10-20 км в час вообще. Быстрее, даже нет смысла, потому что ты просто разбиваешь машину. Но мотоциклысты могут гнать, только пусть нет, когда ты весь в красной пыли. И нужно сперва купаться перед тем, как вставать проповедовать. Это правда. Мы столько раз возвращались домой от таких поездок на мотоциклах. И мы потом приезжаем домой и принимаем душ, и с нас прям течет красная вода. Ребенка купаем, и он аж прям красный. Вся вода, ванночка вся для него прям красная. С налетом прямо на стенах. Это, конечно, незабываемое ощущение. А, и на левтое есть еще одна церковь, да? Ты еще одна церковь. Здесь Поцепили. Здесь как интересно! Правонадкта, вот такая насыпь сделанная из камня, уже невыровнен. По нему невозможно даже поехать. А, коему напомню? Потому и сделала дорога в Канаде. Грязь! Грязь, да, Бусик, грязь, конечно, сыночка, грязь. Ну что, друзья, это дорога в Саботе. Это дорога международного назначения, которая соединяет два города. Город Китала и город в Саботе. Едем мы тут, конечно, со скоростью 5-10, максимум можно 15 км в час. Потому что остальное просто нереально. Едем иногда по каналам, едем иногда по противоположному движению. Тут кто-то экспериментировал в том дороге, да? Попытки были. Попытки были. Попытки были. Зарушили только камни. Вон и я. 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 Субтитры делал DimaTorzok Вот еще одна церковь, где вот эти ребятки стоят. Это тоже церковь, которая находится под епископом Никсона. Мы вышли к такому месту, которое называется Индекс. Это часть Соботи. И здесь уже такое более населенное место. Плотность населения здесь прямо видно с горки, какая она здесь. Но в этих местностях разбросано большое количество людей. И здесь, как и вест по Коте, могут быть разбросаны до полумиллиона людей. И, конечно, этим людям нужна Евангелие. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так вот мальчишка. Мальчишка сидит у дороги и торгует сахарным тростником. Ну вот чем закончилась наша попытка добраться здесь до церкви. Вот это наша дорога. Мы уже находимся на горе Элгон. И вот здесь впереди... Мы все вышли из машины, потому что это нереально. Просто кому-то сидеть в машине и здесь подниматься или спускаться. Но оказалось, что там впереди огромная скала. Вот где вот эти две женщины стоят. И мы просто нереально туда пролезть. И мы, в общем, вернулись обратно. И сейчас поедем какой-то другой дорогой, чтобы нам добраться до церкви. Нас здесь вышел встретить пастор. Он спускался сюда, с этой горы. Говорит минут около 15. И в результате нам оказалось, что мы не можем ни здесь, ни припарковаться. Потому что нам сказали, что здесь небезопасно. Что нас могут обчистить машину. И нам сказали, что нужно ехать обратно, искать другую дорогу. Ну что, мы поднимаемся дальше на гору Элгон. Нам пришлось здесь у дороги оставить нашу машину. Вот. И наша вся доблестная команда. Команда с пастором во главе вот этой местной церкви, который взял мой рюкзак. Сегодня у меня особая честь. Сегодня пастор несет мой рюкзак. Вот. И наши два епископа. Уоля со Самуилом. Самуилка тут даже свой обед нес. В своем пакетике. И мы поднимаемся дальше на гору Элгон. И идем в церковь. Он молодой человек. Да. Это так. Ну что, наша дорога в церковь продолжается. Кстати, из этой церкви тоже люди поедут на нашу библейскую школу. Эта церковь тоже входит в численности той ассоциации, той церкви, с которой мы, которые нас попросили, чтобы мы делали библейскую школу. Ну, звучит так, конечно, немножко высоко, но это правда. Эти люди сказали, что им не настолько нужны деньги. Им нужно, чтобы их людей обучили. И вот, это, конечно, нас очень обрадовало. Вот, потому мы сейчас поднимаемся на гору Элгон. Здесь закончились дороги. Мальчик мой. Ну, милая, какие тебе впечатления? Замечательно. Оля, посмотри на этот вид сзади. Вау. Здесь на километров 15 видно вообще отсюда. Огромная долина. Огромная долина. Огромная долина. Ребята подщучивает, что Самуил первый миссионер, который сюда пришел. Ну, что, мы вышли на какую-то такую большую площадку, на которой расположены домики. Такие цветные, покрашенные. Из грязи сделанные. И, может, там уже впереди чуть-чуть слышно звук барабанов. Что, в принципе, скорее всего, означает, что идет уже служение. Ну, что, вот мы добрались тут до такого местечка. В общем, вот здесь находится та дорога, по которой мы должны были заехать. Это вообще просто, просто безнадежно вообще. Там такой вид сзади, что это нереально сюда заехать. А вот это растение большое, которое здесь растет по сторонам, это растение, из которого они сушат и делают канаты. Ну, как нам только что объяснили. Это вот веревки плетут. Так что, как синтетическая щедра. Вау. Представьте себе, мы на горе Аугон. Отсюда открывается вид, который вообще невозможно передать словами. Это просто невероятный вид. Это просто невероятный вид. Огромная долина. Огромная долина. Ну, в общем, да, граница Уганды находится вот где-то вот в тех горах проходит. Вот. А здесь наша церковь? Вот здесь находятся наши браки. Маме еще. Ну что? Огромная долина. Огромная долина. Огромная долина. Огромная долина. Ну что? Друзья. Во всяком народе есть люди, которые призывают имя Иисуса. И призывают Его в разных условиях. Кто-то в христиальных дворцах, а кто-то в бочуках. Кто-то в христиальных дворцах, кто-то в христиальных дворцах. 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 Продолжение следует...